Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. Студия Аслан Грюгов, коротко о главном. Как наши республики борются с коронавирусом? Подробностями поделился гость нашей программы, глава администрации Хабельского района Руслан Шаков. Основной знаком страны ждут значительные поправки. Какие изменения будут касаться охраны животных и окружающей среды, смотрите в выпуске этих вестей. У мусульман начался священный месяц Рамадана. Верующим республике против самуфитика Тачаева, Черкесии и Северной Хаджи. Тема коронавируса заполнила многие страны. Весь мир мобилизовался против болезни. Режим самоизоляции соблюдается во всех регионах России. В Карачаево-Черкесии применяются меры, необходимые против распространения инфекции. О том, как идет упорная борьба с COVID-19, в одном из районов республики Хабельском, в беседе с Фатимой Дауровой рассказал глава администрации района Руслан Шаков. Руслан Айсович, здравствуйте. И у меня будет вот такой первый вопрос. Вот как Хабельский район живет во время вот такой пандемии, всеобщей пандемии? Что делается в районе для того, чтобы вот эта опасная вирусная инфекция не распространялась? Какие профилактические меры принимаются в районе? Поделись, пожалуйста. Администрация района, все жители нашего района активно включились в реализацию тех мер, определенных и главой государства, и главой республики для того, чтобы иммунизировать последствия вирусной инфекции. Главная задача – это установить всех, кто возвращается с других субъектов, их контакты по мере возвращения, попросить их, чтобы в течение двух последующих недель, чтобы они находились в режиме самоизоляции. Это, конечно, самая сложная, самая актуальная задача для того, чтобы исключить распространение вирусной инфекции. Руслан Айсович, а как сами жители относятся к тому, что они должны самоизолироваться и придерживаться вот тех установленных правил в периоды самоизоляции? Конечно, нас беспокоит то, что не все жители района верят в серьезную опасность этой инфекции, с одной стороны. И, с другой стороны, то, что наше обращение ограничить от массового участия в похоронных и других ритуальных мероприятиях или по возможности воздержаться от проведения свадебных торжеств, конечно, не все мы были услышаны. Это нас, конечно, серьезно беспокоит, потому что во время проведения подобных массовых мероприятий невозможно говорить о какой-то социальной дистанции, о какой-то самозащите. Как выполняется поручение главы республики по проведению рейдов и проверок? В настоящее время мы проводим проверки соблюдения санитарного режима гражданами и предприятиями. Те предприятия, которые работают нелегально, будут привлечены к административной ответственности под лишение лицензии и закрытия. Как работает волонтерская служба в районе? Как оказывается помощь нуждающимся всем, особенно в такой период, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья? Как вообще люди себя проявляют на фоне всего происходящего? Вы знаете, я хочу поблагодарить, что огромное количество людей откликнулось на обращение по возможности оказать помощь нуждающимся. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить от жителей района Рашид Борисбевича Тимрезова. Он направил в район более пяти тонн сахара. Мы распределили порядка 500 жителей района, это ветераны Великой Отечественной войны, одиноко проживающие, и малоимущим гражданам мы раздали по 10 килограммов сахара. Кроме этого, Рашид Борисбевич направил 340 флаконов антисептиков, то же самое мы раздали и ветеранам Великой Отечественной войны, и одиноко проживающим. Кроме этого, я хотел бы поблагодарить Поташева Расула, депутата Государственной Думы Федерального Собрания. от Карачао-Черкесской республики, который направил в район тысячи медицинских масок. Также Казанокова Крыма-Алеевича, который направил 250 продуктовых наборов, то же самое мы распределили малоимущим семям. Наши молодые ребята, входящие в молодежные АДКХАСА, буквально вчера раздали малоимущим семьям то же самое продуктовые наборы. Вот этот момент, вот сейчас, в настоящее время, благотворительный фонд главы Карачао-Черкесской республики, и многодетная семья продолжает распределение то же самое продуктовых наборов малоимущим семям. Еще один приятный момент, нашим двум ветеранам Великой Отечественной войны, приравненным к участникам войны, нашими депутатами, Салпогаровым, Казаноковым, Старшиновым, Поташевым, оказана единовременная материальная помощь в размере по 50 тысяч рублей. Огромное спасибо им. Приятно, что вот в такой ответственный период в нашей жизни, что нашлись сознательные жители нашего района, которые оказались готовыми поддержать нуждающихся людей. Я хотел бы обратиться к жителям района. Если мы будем все соблюдать все рекомендации, то мы справимся общими усилиями с этой бедой. Основной закон нашей страны ждут значительные перемены. По всей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Изменения будут внесены в статьи, касающиеся охраны окружающей среды и защиты животных. Подробности в репортаже. Россия большая и богатая держава. Ее растительный и животный мир многообразен и имеет свои характерные особенности в разных уголках страны. На территории России есть высокие горы и обширные равнины, леса, реки и моря. Сохранение природного баланса является одной из самых важных задач. Своим мнением о поправках в Конституцию, касающейся охраны окружающей среды, поделился учитель географии гимназии номер 4 города Карачаевска Руслан Алиев. В современном мире все глобальнее разрастается вопрос экологического образования и защиты природы. Поэтому изменения в Конституции должны были быть рано или поздно именно в этом направлении. Например, возрастающая нагрузка на сельское хозяйство. Или же отсутствие у людей понимания термина экологии или использования природных ресурсов, переработки металлов или переработки различных компонентов, которые мы используем в повседневном мире. Оно требует доработки и, естественно, эти поправки должны быть в нашей Конституции. Поправки также касаются и защиты диких животных. Охрана природы напрямую связана с их защитой. Стоит исчезнуть одному незначительному, на наш взгляд, существу, как пострадают другие. Именно из-за этого работники Тиберинского заповедника всегда наблюдают за состоянием живой природы и животных, населяющих нашу республику. Все природоохранное сообщество. Я думаю, все, кто причастен к проблемам сохранения природы, сохранения окружающей среды, и сохранения биологического разнообразия, положительно воспринимают и будут воспринимать все поправки, которые касаются дополнительной защиты животного мира, растительного мира, охраны окружающей среды. Главными целями данных поправок является сохранение чистой среды для потомков и будущего России. Живая природа – это единственный естественный источник, где человек черпать все необходимое для существования. Сохраняя баланс в природе, мы помогаем не только человеку, но и всем животным. Аслан Гирюгов, Мухаммед Ашбоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Какие меры принимаются правительством для поддержки безработных граждан? Кто имеет право на получение пособия по безработице и каков его размер в настоящее время? За комментариями мы обратились в прокуратуру республики. 12 апреля 2020 года принято постановление правительства Российской Федерации номер 485 о максимальных выплатах безработным. Правительство установило для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года и обратившихся в службу занятости, максимальный размер пособия по безработице в период с апреля по июнь 2020 года в размере 12 130 рублей. Пособия в максимальном размере не получат граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Одновременно данным постановлением одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей совершеннолетнего предусмотрены выплаты на каждого ребенка в размере 3000 рублей с апреля по июнь 2020 года. Сегодня суббота и всем хочется знать, какой будет погода в выходные дни. Суббота и суббота У мусульман начался месяц обязательного поста у Роза Байрам. Чем характеризуется это время и какие рекомендации определило Духовное управление мусульман Северного Кавказа, рассказывает Мурат Джанкиозов. Рамазан – один из пяти столпов ислама. Пост соблюдается ежегодно. На протяжении месяца мусульмане в дневное время суток не принимают пищу и воздерживаются от употребления воды и других напитков. Месяц Рамазан он дан Всевышним для блага людей. В этот месяц Аллаху Таала закрывает двери ада и открывает двери рая. Это вот такой вот подарок для мусульман. И в этот месяц мы должны поститься и делать добро. Сегодняшний карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса внёс свои коррективы и в правила соблюдения поста. То, что сейчас нам предписали сидеть дома, это мы должны подчиняться беспрекословно. Этим мы приблизим то, что эта зараза закончится побыстрее. И тогда уже будем, если Всевышний даст, к концу месяца гаид, намаз уже будем делать мечеть. Во время ураза мысли мусульман сосредоточены на духовном самоочищении, групповых собраниях, совместном питании и коллективных намазах. Однако в связи с пандемией коронавируса религиозные лидеры призывают мусульман соблюдать ограничения, связанные с самоизоляцией, чтобы замедлить распространение инфекции. Именно принимается та просьба ко Всевышнему, которую делаешь ты для всех мусульман. И в том числе для себя. Для себя, для своих родных, для родителей. Это быстрее принимается Всевышним, чем та молитва, которую ты делаешь только для себя. Поэтому мы это должны знать и просить уже для всех людей, чтобы вот эта зараза тоже ушла от нас. Мы должны и это просить у Всевышнего. О прощении грехов мы должны просить у Всевышнего. И дай Аллах, чтобы Аллаху принял все наши молитвы. Мурат Жанкёзов, Руслан Харченко, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Лучшие видео вы увидите в эфире нашего телеканала в программе «Прямой эфир». А еще по итогам каждой недели редакция сайта отбирает 10 лучших видео. И пользователи могут проголосовать за того, кто достоин бороться за главный приз, оказаться в финальной программе «Танцы со звездами». А также у каждого есть возможность получить подарки от спонсора танцевальной школы «Галла Дэнс». На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова